В этом видео при помощи решателя Элмер мы смоделируем отопительную печь стержнева. Итак, как обычно, начнем с расчетной схемы в Африкаде. Для этого нужно нарисовать три скетча. Первый скетч – очертание каменной кладки. Второй скетч – внутреннее пространство печи. По аналогии с роликом про отопительную печь с колпаком, в районе затвижки ставим дополнительные узлы для моделирования ширины ее открытия. И третий скетч – внутреннее пространство дымохода. Также там, где затвижка, ставим дополнительные узлы. На основе этих скетчей создаем поверхности. Для кирпичной кладки. Для внутреннего пространства печи. И для дымохода. Выполняем болевое слияние. И переходим в МКФ. Создаем сеть конечных элементов. Вказываем общую плотность сетки. У меня тут миллиметры, но в Элмер они станут метрами. Для повышения точности расчета течения горячих газов, ведем локальное сгущение сетки внутри топливника с дымовым каналом и внутри дымохода. Далее, чтобы в Элмер можно было назначить каменные кладки и дымовым, их физические свойства, создадим группы объединения сетей конечных элементов. Одну для дыма, в которую войдут топливник и дымоход. И вторую, в которую войдут все кирпичные детали печи. Еще одну группу объединения создадим для задвижки, чтобы при создании сети конечных элементов она не слилась с общим контуром. Вот теперь можно сгенерировать и саму сеть конечных элементов. Сохраняем ее в формате UNV и переходим в Элмер. Загружаем сеть конечных элементов. Смотрим сводку. Мы будем в расчете использовать систему Си, поэтому размеры сети должны соответствовать метрам. Проверяем дерево проекта. Должно быть два тела. Одно для дыма и второе для кирпичной кладки. И две границы. Одна для задвижки и вторая общая, которую нужно расчленить. Расчленили. Настроим модель. Включаем нестационарный режим. Вывод результатов ставим каждый третий. Порядок BDF ставим 2. Временной интервал 4000 шагов по 15 сотых секунды каждый, что соответствует 10 минутам. Проверяем, чтобы гравитация действовала в направлении минус Y. Нажимаем применить. Добавим расчет. Их будет два. Для дыма и для кирпичной кладки. Для дыма расчет будет состоять из уравнения термодинамики и на въезд окса для течения газов. На вкладке термодинамика ставим птичку активная. Конвекция вычисляемая. В настройках решателя на вкладке нелинейной системы максимальное число итераций сокращаем до одной. На вкладке на въезд окс ставим птичку активная. В настройках решателя на вкладке нелинейной системы максимальное число итераций также сокращаем до одной. Помечаем, что это расчет для дыма. Добавить и окей. Расчет для кирпичной кладки будет состоять только из одного уравнения термодинамики. На вкладке термодинамика ставим птичку активная. Добавить и окей. Добавим материалы. Полного сгорания топлива у нас не предвидится, поэтому в качестве дыма используем воздух. Возьмем его из библиотеки. На вкладке General дописываем референсную температуру. На вкладке термодинамика включаем турбулентную модель теплопередачи. На вкладке на въезд окс проверяем генетическую вязкость. Добавить и окей. Кирпичной кладки в библиотеке нет, поэтому все необходимые поля будем заполнять вручную. Помечаем, что это кладка. На вкладке General пишем плотность. Теплоемкость. Ревересную температуру. На вкладке термодинамика пишем коэффициент теплопередачи. Добавить и окей. Добавим внутренние силы. Для дыма на вкладке Naviestox включаем уравнение тепловой конвекции Buzinesco. Направим начальные условия. Для дыма на вкладке термодинамика пишем начальную температуру. А на вкладке Naviestox – начальные скорости. Для кирпичной кладки на вкладке термодинамика будет только начальная температура. Добавим граничные условия. Первым будет приток. Отток. На вкладке термодинамика пишем температуру воздуха при токе. На вкладке Naviestox скорость вдоль Y пишем 0. Следующим будет отток. На вкладке Naviestox скорость вдоль X пишем 0. Теперь стенки. На вкладке Naviestox ставим птичку, что это стенки. Далее теплоотдача в окружающий воздух. На вкладке термодинамика пишем внешнюю температуру и коэффициент теплоотдачи. Последним граничным условием будет пламя. На вкладке термодинамика пишем температуру сгорания дров. На вкладке Naviestox ставим птичку, что это стенки. Теперь назначим конечным элементом их свойства и границы. Обычно это делаю щелкая по сетке, но в этот раз для разнообразия сделаем все через дерево проекта. Тело отвечающему за дым назначаем расчет для дыма, материал, внутренние силы и начальные условия. Тело отвечающему за кирпичную кладку назначаем свойства, которые сделают его действительно кирпичной кладкой. Назначим границы. Самые короткие все же укажем курсором на сетке. По периметру полена в топливнике будет пламя. Где дверца топливника будет приток. Здесь будет закрытая на две трети задвижка. Поэтому двум отрезком назначаем стенки и одному отток. Вверху дыма хода естественно будет отток. Теперь вернемся к дереву проекта. Ей щелкая по границе без подписи, в зависимости где она подсветилась на сетке, будем ей назначать либо внутреннюю стенку печи, либо окружающую среду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Проверность назначения границ можно проверить щелкнув по граничному условию. В дереве проектов. Тогда на сетке подсветятся все связанные с ней границы. Сохраняем проект, указав папку в которой будут записаны файлы исходных данных и результаты. Все готово к расчету. Создаем файл сиф. Проверяем все ли в порядке. И запускаем расчет. Расчет окончен. Запускаем Элмер ВТК. Включим шкалу и посмотрим, что получилось. Для начала выведем скорости течения горячих газов. Из-за витиеватой формы дымохода по сравнению с печью с колпаком из прошлого видео, в этой печи тяга заметно ниже. И чтобы ею управлять, достаточно одной задвижки. Теперь посмотрим, что у нас с температурой. Температура в теплообменном канале в районе 300 градусов по Цельсию, а в дымоходе опускается к 200 и даже ниже, как и должно быть. То есть в плане теплообмена эта печь достаточно эффективна. Световое деление шкалы достаточно грубое, но даже при таком низком разрешении заметно, что на пятой минуте симуляции задняя стенка печи уже наполовину прогрелась. К слову, печь стержнева совершенно не чувствительна к тому, подается ли воздух через топливник или поддувало. И это еще одно ее преимущество перед печью с колпаком из прошлого видео. И напоследок посмотрим, как будет меняться температура в течение часа в различных точках печи. И делаем это в парковью. Наблюдая за симуляцией, я обнаружил, что в некоторых точках температура не просто перестает расти, а еще и начинает снижаться. Если вы, дорогой зритель, хорошо знаете термодинамику, напишите в комментариях, с чем это может быть связано. Потому что мои познания в этой области физики ограничены строительной теплотехникой. На этом все. И, как завжды, дякую за увау. Субтитры создавал DimaTorzok